всем привет я решила снять видео с промежуточными продвижениями и новостями что у меня произошло интересного за это время и первое что я вам хочу рассказать это я впервые заказала ниточки у нади кравчук такие обалденные цвета одну мне вот положили вот такую моточек остальные мне вот далее ну вот как у нади всегда завязаны в узелочек ниточки они очень приятные и вот смотрите моток лежит dmc их просто но не отличить давайте попробуем с вами присмотреться по текстуре абсолютно оди идентичная нитка единственная разница в том что ну конечно же в два раза дешевле и нет вот этого вот фирменного фирменной вот этой вот лошадки все номерочек у вас есть и все равно вы будете вешать на органайзер или как-то организовывать свой процесс поэтому я не знаю кому нужно в принципе фирменная вот такая лейбла если качество не уступает за нее платить два раза дороже ну не знаю если резон нету мне просто захотелось резко начать новый небольшой проект и поэтому я заказала ниточки мне надо в субботу же я заказала субботу же их и выслала и я их вот понедельник получила они шли долго 2 2 дня для новой почты как долго но надя очень оперативно отправила их новой почтой чему я очень рада еще заказала вот такие ниточки ну это рандомные номера просто надя посчитала мне больше чуть хотя я честно говоря бы не пересчитывала я доверяю на сто процентов надяне написала извините я обсчиталась я сказала положите любые 7 мотков принципе я я собираю всю карту палитру dmc и надя вот мне положила расскажу вам что это я вдруг вас подвиглась на новый проект и что меня вдохновило я приобрела себе на ipad программу кростич сага тут у меня много что по работе я тут частенько смотрю рецепты и прочее и вот на этот проект я купила нитки это достаточно небольшой проект и мне он очень много лет нравится до безумия и именно его я буду вышивать я скажу вам честно приоткрою занавес я буду сразу же вышивать и делать бэкстич то есть отошью и сделаю бэкстич недельку пошли бэкстич почему недельку потому что ну я вряд ли буду делать быстро у меня еще есть проекты и еще много много работы и дел других чему я тоже рада потому что однообразие в жизни я не люблю и всегда приятно мысленно возвращаться к вышивке и вечером наконец-то иметь возможность к ней вернуться вот такие у меня новости по поводу вот такого проекта расскажу вам немножко о саги сага я очень довольна смотрите уже скачала кое-какие схемы сейчас работаю активно над вот этой журавли и как это облегчает работу ребята очень быстро я вот это вот смотрите вот этот кусочек весь который отмечен серенькими нет сереньким цветом то есть отмечен уже вышитым я вышила очень быстро буквально за 15 минут сериала и по сериалу следила вообще тут 119 крестиков и это очень быстро для меня вот вот этот вот мой прогресс за вчера почему так мало выходные выдались очень насыщенными чему я рада что я делала еще вы спросите меня вышивального на выходных а вышивального на выходных я закончила птичку вот она моя прекрасная красивая птичка я решила в этот раз покрасить основу в белый цвет чему я в принципе рада что я это сделала очень красиво выглядит вышивала я ее долго целую неделю потому что времени у меня на вышивку практически не было и я вот это вот прихожу с работы начинают тыкаться тыкаться хочется спать и я оставляю что меня радует из плюсов то что я уже не просто прихожу ложусь на диван а прихожу и хоть что-то но делаю для своего хобби то есть в этом направлении хоть что-то я когда-то писала статью про оформление своего рабочего стола рабочий своей рабочего пространства это важно как что у вас все готово к работе к творчеству потому что когда вы приходите домой вы поверьте не будете уже все это разбирать и это очень удобно я пришла три ряде к сделала потыкалась все не могу легла спать но три ради каже сделано смотрите было потом пришла вот этот вот штучку вот эту всю сделала но это тоже какое-то продвижение до его могло вообще не быть поэтому все-таки до ковыляла я птичку до конца до ковыляла до ковыряла вот такая фетровая идет задняя сторона очень классно я приклеила клей кристалл уже закончился но я им склеила достаточно много игрушек поэтому я довольна птичка пойдет фотографироваться я сегодня не успела сегодня очень загруженный день у меня два месяца не было почти два месяца ну какие там два месяца полтора месяца не было газа у меня наконец-то сегодня включили чему я очень рада давайте вернемся к проекту о котором мы говорили сейчас я верну свой ipad сюда это проект фея на луне и и я вам покажу какую ну вы в принципе уже видите какую ткань я купила для этого проекта вот он вот она фея давайте вот так краешком посмотрим фея вот такая вот ткань светло-голубая светло-голубая ткань линда равномерка на камере она выглядит намного бледнее чем жизни намного но бледнее но я думаю что ничего будет в жизни ничего вот такая фишка сейчас я займусь тем что я обрежу 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 ткань для этого процесса посчитаю вот чем я займусь сейчас и еще я не смогла удержаться и купила вот такой вот миленький наборчик который тоже планирую вышить на этой основе вот такая девочка с котенком и с корзинкой и малиной это напоминает мне мое детство поэтому я обязательно ее сделаю на маленькая крошечная набора чудесные иглы последовремя чудесная игла просто не дает мне покоя вот такой как мне сказала моя подруга я хомячище но правда я не хомячище я дурачище наверно потому что мне конечно же идет еще посылка мы с подружкой кое-что заказали вот такие в принципе у меня новости но сакой девочки я довольна я раньше пользовалась паттерн мейкер нам вы знаете что это такое это старомодная версия там у той же саги ну там особые плюшки есть там можно самому схему перенабирать и даже таким занималась однажды в общем ну как то так я вышивала по ней на допотопном разворотливом компьютере неповоротливом компьютере и была довольна думала как же это удобно вот бы было бы удобно если на планшете это делать но вот у меня планшет уже очень много лет и я купила программу будет жалко что и с ним что-то случится но я морально готовлюсь к этому потому что знаю что ничего не вечно обложить их уже старенькие мужа 4 года может и крякнуться но тогда придется раскошеливаться на новый потому что ipad это просто моя палочка-выручалочка сейчас будет реклама ipad а я просто видела планшет и других фирм на андроиде именно телефон на андроиде меня более чем устраивает а компьютер конечно и планшет лучше бы на айосе но так четко все программы работают классно то что мне нужно всякие студии записи звука все это конечно же лучше на маке чем на андроиде но это опять же мое субъективное мнение раньше я тоже скептически относилась на сейчас мне это нравится ничего лишнего все быстро все четко все качественно батарею держат хорошо спустя даже тысячу лет их эксплуатации ipad я эксплуатирую поверьте много у меня не было своего ноутбука поэтому ну дома его сейчас принципе у меня так такого персонального личного использования нету я могу брать и когда захочу но мне в принципе знаете вот тратить время у монитора компьютера некоторые люди есть работаю да а я просто я понимаю что я просто трачу время и поэтому мне лучше заниматься полезными делами творчеством так как время свободное ограничено у меня и это хорошо потому что когда много свободного времени как в анекдоте но никому в принципе тоже но не знаю как никому но мне уж точно не надо и вот я вам хочу пока рассказываю про демонстрировать как можно работать с программой меня тоже подружка научила и вот если вышли вот так вот вытерли если ошиблись ой не вышли просто помечтали что вышли обратно стерли в общем очень удобно теперь у меня стоит вопрос где фильмы смотреть я на телефоне смотрю здесь работаю в общем вот так вот и живем я просто почему так долго рассказываю об этом потому что для меня ipad был удобен всегда как просмотр фильмов я всегда рецепты там смотрю на лица ты ладно я не могу вышивать и готовить одновременно одновременно но теперь стоит реально вопрос о том где смотреть кино ну macbook иногда удобно ставить иногда нет у меня столик видите достаточно небольшой куда здесь еще могу ставить и так уже все заставлено как скажут мне некоторые ребята и будут правы ну в общем вот такая история вывод еще раз хлоростич сага я очень довольна и пользуюсь ею с большим удовольствием мне опять же вот как сказать заразила подруга вот и этой программой я стала тоже пользоваться с удовольствием и это реально ускоряет ваши темпы ускоряет очень сильно я думала замедляет это зарисовывай сиди мучайся ничем учиться не надо это намного быстрее чем на чем на бумаге выделить цвет подсветить цвет раз два три все это не мышкой там клацать если у вас компьютер вот на именно на touch экране на touch screen это делается вообще мгновенно поэтому вот такие вот дела единственная сложность может возникнуть это в поиске перенаборов схемы для саги в принципе xsd формат она тоже открывает но не все есть схемы в общем сложности но сейчас я смотрю тенденция такова что производители стараются успеть за потребителями и производят нужный нам товар и схемы в принципе цифруют многие пока что авторские производители авторских схем скоро же будет это я надеюсь и в дименшинс и и во всех во всех во всех других изданиях сейчас можно эти перенаборы проблем в этом нет и в принципе это все что я вам могу сказать я успешно пользуюсь органайзером лошадкой которую показывала вам на ней много дырочек и это очень удобно все мои нитки висят вот здесь я тупанула вы скажете где же твои значки ну сами понимаете думаю а сейчас запомню 1 2 ой там повешу и сам повешу значков я не помню но у меня благо есть перенабор в dmc и у меня вот моя живая карта я не помню у кого ее покупала может быть даже у нади тоже в общем я очень довольна ниточками от нади и оперативностью нади вот она карта я быстренько по карте нахожу и проблем нет сверяюсь заодно карта мне вот куда скажет что это такое время тратишь то я не трачу время это очень быстро происходит потому что я знаю номер да у меня вот в журавлях там перенабор dmc я номер знаю нажимаю и все и проблем у меня не возникает зато карта карту поюзаю вот так вот вот такие у меня новости буду птичку фотографировать буду и луну сфе и вышивать ближайшем времени на кьюс на пах я думаю буду вышивать но еще подумаю вот такие мои продвижения магнитики тут смотрите мухоморчик такие уже осенние и желтый такой цветочек это конечно не цветочек это подсолнух но и между не осенний цветочек а подсолнух но все равно он создает своего рода осеннее настроение давайте я вам вот так вот немножко покажу еще превью моего станка который я купила но я вам потом покажу детальнее это станок на который натянуты мои тигры вот там свисают безобразно мы и органайзеры я убилась кстати говоря органайзеры искать думаю внешна да вот повесить когда еще не было вот этой лошадки я думаю внешна да повесить органайзер органайзер нитки что мне делать убилась искала дверь знала что не у меня были об этом вспомнила что у меня же есть проект игры кстати которые я пока что не продолжаю но думаю в скором времени продолжить записать вам какой-то длинный длинный тег и повышевать очень вот такая мысль меня не отпускает так что скоро ждите какую-то длинную болталочку от меня в принципе все пока новостей нет будут еще покупочки которые вы увидите в скором времени может быть сейчас может быть в новом видео посмотрим вот такие вот новости а а